Мне страшно это говорить, но выходит вы попали на 272 серию пути бомжа на хасле. Принимаем кентика в нашу банду и начинаем внимательно изучать эти кучи мусора. Я уже вижу разные ноутбуки, но все вы знаете, что меня интересует совсем другое. Нужно смотреть те участки, где уже собралась какая-то кучка людей. И ой-ой-ой, нашел, здесь торгуется футболка, и я в принципе готов идти до талого. Ставочка 83 тысячи есть, и паренетчик не вывез конкуренции. Но вижу, пришел комбина, и тут конкуренцию не вывез я. Хотя подожди, собрал. Напишите в комментариях, 278к за одну футболку это перебор или нет. А мы быстренько переместились в банк, где 300к со счета, я даже не помню откуда деньги. Первый киоск принес 228 тысяч, а второй в 4 раза больше. Почему такая неравная статистика, я не знаю. Перемещаемся в торговый центр, и обойдя абсолютно все магазины, я в очередной раз убедился в дефиците футболок джинс на рынке. Раздаем бабки рандомным людям, и задание готово. Как бы прискорбно это не звучало, но к сожалению, я никак не успею пройти боевой пропуск до конца. В прошлые разы у меня была на это лютая мотивация. Сейчас же я с трудом себя заставил использовать три канистры на мопеде. Врываемся в свое владение, ну и пора бы сделать скидки, а то мой наличный баланс меня не устраивает. Черное золото за 1,7 это совсем маленькая наценка, да и темные дела тоже, я тупо хочу вернуть свое. Ну а колеса по 190к, может быть кому-нибудь пригодятся для крафта. И все, я спать. Йоу, братва, новый день у нас начался с абсолютно пустого чатика, продаж за ночь не было, зато открылись новые задания пропуска, где потанцевать это проще простого. Временный никнейм я оформил, но чтобы поменьше меня узнавали, чистим от хлама все полки в киоске, и что могу сказать. Я с нетерпением жду новые обновления, где разрабы уже хвастаются новой ламбой. Еще не совсем понятно, как ее можно будет получить, но могу предположить, что благодаря крафту, и нужно задуматься над тем, чтобы перед обновой еще ювелирно скупить всякие колеса, сиденья и аккумуляторы. Ладно, покупаем футболку за 222 тысячи, и в принципе я созрел на реализацию одной безумной идеи. Пока будет подготовка, я вам ничего не расскажу, и мы пулей вылетаем к своему дому. Аккуратно разбираемся с инвентарем, чтобы было как можно больше свободного места, и ювелирно перезаходим в игру, чтобы меня крашило как можно реже. Итак, мне нужно немного подзаработать, и конечно же я смотрю, почем продаются акваланги. Так, подожди, в Мирном здесь новый владелец, и его цены за акваланг 33 тысячи, это как бы много? И я советую вам поступать точно так же, не нужно кормить таких вот зажертых мажоров. Возле самого популярного озера для рыбалки цены еще больше 35 тысяч, но будьте вы людьми. Залетаем в Бусаево и закупаем два акваланга по 28 тысяч, это уже по-человечески. В общем, у меня три комплекта, которых хватит на один час работы. Мы залетаем к свалочке, и уже вижу, что не один я такой хитрый с гидроскутером придумал. Скидываем его на воду, аккуратно толкаем, чтобы точно смог плыть, и получаем ювелирный кик из сервера. А вот это максимальная подстава! Слава богу, я КТ не отыграл, так бы плевался бы прямо в свой монитор. Смысла плыть на остров я сейчас не вижу, и пока есть свободная минутка, я делаю ставку на красные, и одерживаю победу. Ставлю на черные, опять затащил, ставлю на красные, и опять победа, слишком как-то легко идет. Ставлю на ред, мы проиграли, ставлю опять на ред, теперь выиграли. Из балансов 2000 фишек я сделал 3300, где чистый плюс 1280 косарей. Конечно, я рисковал, но зато свой азарт я успешно утихомирил, и мне ничего не остается делать, как отыгрывать кд и попробовать залутать свалку. Я видел ваши комменты о том, что свалка перестала кормить, отчасти я в этом и виноват. Мне кажется, из ютуберов я больше всех ее показываю, ну и спасибо, хоть за тряпку лишней не будет. Ну что, паркуем гелик поближе к воде, скидываем гидроскутер, и наконец-то нас не кикнуло, и мы чистой душой можем плыть, ну практически к любому острову. Сработала сигналка на гелике, все, это гг, опять сработала сигналка, куда смотрят менты я не знаю, но и я приплыл к острову, где по миникарте уже есть три работяги. Я вас услышал, получаем третью сигналку на гелике, и я наконец-то приплыл к другому острову. На миникарте здесь тоже три человека, и я не понимаю, чего вас всех сюда так тянет. Радует то, что я кд отыграл, и сейчас по-быстрому заберу свой законный ключ и уеду. Опачки, кроссовки, и это был первый раз, когда я им так сильно радуюсь, и выбрасывать точно не планирую. А вообще, конкуренция реально мешает заработку, ну слишком мало сундуков удается залутать. 20 минут вот так вот быстро пролетело, и я уже готов хвастаться своими результатами. Я смог нафармить один сломанный айфон, 34 килограмма металлолома и одну пару кроссовок, всё? Я с трудом окупил стоимость акваланга, тут речь хоть о каком-то заработке даже не идёт. Ладно, тогда Малфой готов реализовывать свою безумную идею, и я уверен, что многим она не понравится. Мы ювелирно перетаскиваем с багажника свои джинсы, футболки и кроссовки, и топаем выбирать киоск, куда будем всё выставлять. Если вы думаете, что всё будет просто, вы ошибаетесь. Я залетаю к шестому номеру и начинаю снимать абсолютно все предметы, которые выставили игроки. Вот сразу пошло недовольство, почему я снял его кейсы, и мы начинаем заполнять киоск своим товаром. Моя идея заключается в том, чтобы забить все 30 слотов именно своими предметами, чтобы посмотреть, насколько это вообще прибыльное занятие. Если что, по ценам я прям указываю овер-овер-прайс, и вуаля, в киоске закончилось свободное место. Это просто без комментариев, я такой фигнёй страдаю первый раз за всю игру. И чтобы игрокам было не так обидно, цены на кейсы я понижаю до около закупочной. Мне кажется, у меня по-любому что-то купят, а всё это из-за того, что комиссия в киоске 1%. Кто-то купит, допустим, кроссовки и выставит на это место свои кейсы. Ну и да, реакция игроков вполне адекватная, тут на них обижаться вообще нет смысла. Йоу, братва, я опять на связи, и меня не было в игре 3,5 часа, но я смотрю на чат, и ничего у меня не купили. Вы понимаете, какие финансовые потери я сейчас несу? На балансе киоска 60к, а должно быть уже 1300. И страдает же репутация киоска. Люди запомнят, что здесь Малфой всё по оверу выставил, и будут киоск обходить стороной. Ну хотя все же знают, что работает второй киоск, а только какой от него смысл, если по оверу свои товары выставляют уже другие игроки? Я тупо снял с продажи 22 предмета, жесть! Ладно, всё, рисковать с гидроскутером я не хочу, поэтому старым дедовским способом отправляемся в плавь. Остров уже на горизонте, и по конкуренции 2 игрока, ну как говорится, мне не привыкать. Делайте ваши ставки, выбью я ключ сегодня или нет, и опа, золотые 2 рубля. Подожди, ещё выпали, это прям очень хорошее везение, и ой-ой-ой, ещё и третья монетка. Это по-любому удача компенсировала мне всё то, что я недополучил в первый раз, и вот так вот быстро пролетело 20 минут работы. Ну что сказать, уже хоть что-то, и результатом я доволен, и где опа, и мы уже на свалке. Забираем на куче сварку за 10 косарей, ещё разбитый телевизор, и быстренько перемещаемся в антиквариат. Продаем всё это, добро и получается зафармили 217 косарей, но дайвинг всё-таки подкормил. Особенно, когда здесь возле входа валяются кроссовки, и я тупо забираю одну пару за другой, спасибо. Даже если выставить их по 10 тысяч, ну по-любому купят, и я ещё плюсую 71 тысячу с металлолома. Залетаем гелику, и я чутка забыл, что здесь в багажнике ещё футболки есть немного склерознее. И вы бы видели моё лицо, когда я узнал, что зря собирал эти бинты и шприцы. Я-то думал, что они в контейнере спавнятся, и они уникальные, но мы залетаем в аптеку, и видим их на продаже за сущие копейки, это фиаско. Опачки, ещё и обезьянке кто-то оружие дал, но вот зачем ты меня трогаешь, и ментам, конечно же, всё равно. Курс лечения успешно пройден, и что вы думаете случилось? Гелик 6х6 куда-то испарился. Пытаемся его телепортировать к дому, а выдаёт ошибку, что он, оказывается, был угнан. Это второй угон за день, но вот зачем я купил такую машину, ещё и износа много накапает. Ладно, я в игре уже, может, минут 40, и вот точно чувствую, что выбью сейчас ключ. Шахта должна выдать, без разницы, копать золото, руду или серебро. Опа, сюда, 15 минут работы, и всё в никуда. Ладно, попытка была хорошая. 9 тысяч свои я заработал, и путь держу на киоске, где окей, меня уговорили. Кроссовки по 210к, это дорого, и чтобы хоть чутка было эффективнее, выставлю по 35 тысяч. Всё равно я пар 10 тупо подобрал на улице, и ой-ой-ой, какие люди в Голливуде, мне написал Боб Шар. Говорит, готов вернуть долг, и если вы не в курсе, я ему по приколу занял 50к, а вернуть он должен был 100. И вот спустя столько времени, наконец-то совершаем сделку, он даже сверху покрыл комиссию. За такую честность ему можно поставить лайк, ну а я оказался на контакт не просто так. Вообще мне батл пасс закрыть нужно, но и полудоманить на одежде тоже хочется. В трой я уже с ними больше не играю, и ладно, 2,5 ляма за одежду это точно бред. А вот забрать антиквариат можно, я поставил 292 тысячи, а внутри лута получил хороший плюс. Ой-ой-ой, так тут скин Санрайза появился, а значит свикс плагер как раз таки с него окупился. Плюс не такой большой, но все равно приятно, и кстати контейнер окупил нас на 100 косарей. А вот кроссовки с пола я забрать не могу, это что еще за скамина такая?